сегодня на обзоре у нас найнер стелс на алюминиевой раме модель 920 стоит он в опте примерно 24 с небольшим уже подорожал месяц назад он стоил 23 с половиной по моему то есть примерно за 24 с половиной вы можете его заказать ростовка у нас большая то есть человек у нас там 180 с лишним алюминиевая рама я бы не сказал что он легкий потому что передний вилка какая-то тяжеленькая в целом на килограмм 16 найнер бюджетный весит колес на промах здесь офигенно то здесь у нас передняя втулочка на промышленных подшипников 180 ротор такая вот интересная резина вилка достаточно толстые ноги 35 но к сожалению опять же это у нас что это либо зум либо синтур то есть масло видите масло уже травит если не протирать штоки ноги вилки тогда очень быстро грязь попадет штаны будет плохо завода у нас уже правильно были разведены рубашки и тросики но вот эти все барашки были выкручены то есть мы все это настраивали заново по полной программе чуть-чуть укоротили длину чуть-чуть законтрили мы правильно втулочки то что завода втулочки были не очень хорошо законтрены зато один винт был на передней втулке затянут очень сильно мне пришлось его высверливать и туда загонять экстрактор им вытаскивать винт и соответственно один нитик мы поменяли на переднем тормозе ротор сзади тоже у нас 180 и типичная проблема стелса смотрите отверстие у нас смотрит вверх то есть вся грязище будет попадать в эту дырочку очень быстро будет рожаветь тросик и рубашка вот в этом месте то же самое с передним переключателем у нас здесь все это будет завиваться грязью и ржаветь передний переклюк закиснет и с ним закиснет монетка в комплекте есть сразу подножка у стелса это очень здорово нет у нас в этот раз вам крыльев никаких есть только катафотики что еще про него сказать монетки у нас опять вот эти вот l2 типа копия с рама или микро шифта и не знаю что уже кого копирует то есть мы нажимаем все время вперед нажимаю все а нет здесь нет здесь мы нажимаем вперед и назад ручки обычные самые простенькие алюминиевые под м7 винтик сидушка с таким вот лакированным покрытием который скорее всего через годик немножечко будет некрасивая кассета ноунейм опять же тоже полный китай цепь видите тоже самое простенькое кмс к но с выпуклым пином то есть в принципе даже не кмс к что-то у нас написано то но кмс к но какая-то самая простая без икса переклюки вот копия с рама пластиковая все это в принципе работает и как обычно любой велосипед на пару сезонов то есть пару сезонов отработают переклюки потом все это начнет закисать пойдет износ цепи пойдет износ звезд и это нам будет все менять и опять вы приедете веломастерскую на ремонт но зато колеса на промах и надо не обслуживать не регулировать ничего то есть велосипед хороший велосипед прикольный за свои деньги он вполне адекватный в розницу наверно тридцатку будет стоить но вот не нравится мне как сделано отверстие вот здесь вот как сделано отверстие под передний переключатель под грязь лакированная сидушка тоже не очень грипсы не сказал бы я что хороший резиновый но какие-то такие простенький руль без подъема в общем недорогой бюджетный велосипед найнер но неплохой вполне себе хорошего уровня